и всем привет любители визуальных новелл и не только с вами не кицу макака это мы дальше продолжаем играть в игру под названием сая ноута песни саи предыдущей серии мы получили то есть я я получил первую концовку которая должна быть в этой игре и как бы очень печально то что они все тут конечно грустные и нового сама по себе немного депрессивная и местами конечно же милые что мне нравится и как я сказал сценарист блен переплюнул реально лавкрафта мне кажется то есть а дальше там еще неизвестно что будет потому что еще для концовки надо получить ну ладно я просто скажу на спойлер что предыдущей концовки то есть первое которое только на данный момент получил это главный наш герой в общем попал психушку и начал там общаться через телефон саи сая ушла и у меня есть просто теория хотя не теории не надо может это и было в реальности типа на телефон подавала и как бы они общались герой стал ждать 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 но я так понял так и не дождался но мы дальше будем играть и теперь будет событие происходить по совсем другой ветки да сегодня 10 и декабря здака сути вот что до сих пор подобная вещь не рассматривалась мной всерьез вот короче все так что до сих пор подобная вещь такой же до инцидента я и вот и нам нужно выбрать здесь оставим все как есть давай оставим все как есть пускай так будет кто-то ужасный день когда открыл глаза после инцидента каким был мой ответ каким бы был мой ответ точнее теперь же когда прошу так много времени захотел бы я чтобы мой ответ был другим это неважно сейчас у меня нет сомнений кто это был все спросил саю глядя на бесформенные куски монстры он же сам живущий по соседству я не знаю имени так это сузами сан конечно для меня он не был незнакомцем и разговорился мне один раз и был дорожливым настроен к нему до инцидента а теперь я убил его своим собственными руками и мало что чувствую сузами сана вывали доброго художника все лишь в памяти прошу пуски мясо вокруг меня с другой стороны принадлежали мерскому созданию часть существования сама по себе было отвратительным лишь убив этого погоди ты смог успокоиться он жаловался что мой двор был грязным разве не так это свинья не важно что сделался так что он жаловался что мой двор был грязным разве не так это свинья не важно что сделала сая не было смысла оставлять его живых удачное совпадение ладно это мои настоящие чувства но я так понял он еще еблится потом даже будучи покрытым чужой кровью остался совершенно спокойным теперь я знаю что потерял в этом инциденте сая говорила что я могу вернуться но я знаю что это не так прошу жизнь исчезла для меня навсегда как жизнь человека по имени созуме писаем ни один доктор ничего не может сделать с моим состоянием фуменари не злепости можешь сделать то что не способен человек ты не человек не так ли а я кажется понял почему она имеет ввиду сайт вернулась к лесу сложно сказать о чем она думает для меня все выглядело из коллегками только сайт выглядела нормально я думал что она была уникальна однако я ошибался видео я также как и все остальное нечто совершенно иное то что она есть на самом деле сайт а кто она есть из-за того кто я есть как я и сказал несколько минут назад ничему удивляться я встал и подошел к расчленному телу сузуми давным-давно я прочитал мангу она была человека который после некого инцидента очнулся и видел бег не таким каким он был практически такие и наконец понял что хоть война от этих монстров выворачивает мне желудок и кровь и кишки пахнут довольно приятно по правде говоря я знаю этот аромат довольно хорошо а где кстати труп олми правда где они там куда него запихнулись людей что он оказал он и там и есть он видел людей как камня роботов как красивых женщин людей как камня роботов как красивых женщин и в итоге он любил себя в робота который даже отдаленно не напоминал человека ну-ка я поднял нож и кусок тела сузуми начал снимать кожу и отрезать сухожилия как я и думал внутри это выглядело так же как то что мы ели сайей она выглядит неплохо чтобы там не съесть это миноре выхождение ты сейчас не в подходящем настроении теперь она мертвон до мяса есть мясо быть глупо выкидывать его берем его в холодильник это резидент его седьмой уже напоминает на самом деле это нормально для тебя и конечно легко ответил я у меня больше не осталось вместо сомнений к тому же его жена и дочь живут там же смысл они могут поднять шумиху если он не вернется думаю нам стоит разобраться и с ними для того как они отправятся в полицию это действительно то чего ты хочешь союзного спросила на этот раз вил голоса сошелся страх ебать я чужу то читать чуть-чуть исчез верно ведь я все еще не убедил ее соистенности так вот в конце манги это человек который влюбился личное человеческое отдал остатки своей человеческой наградили любви хэппи-энд тебе не кажется минори до сих пор пока вместе мне больше ничего не нужно сейчас мне вполне хорошо но окей а нахуй она он продолжать мысленно это я сбился ладно до тех пор пока мы вместе мне больше ничего не нужно сейчас мне вполне он опять бросив нож и мясо в сторону еще раз обнялся я теперь могу сказать это сая я люблю тебе сайт пыталась тереть слезы которые продолжались и через ее глаз я больше не видел ни малейшего походя на лице я не хочу чтобы ты жалел об этом не хочу но я дал клятву и сая принял ее больше нам нечего бояться сая больше не придется плакать но все же я счастлива наверное очень эгоистично я не против будь эгоистичной сколько ты считаешь нужным сая довольны мы обменялись улыбками разделили обязанности по очистке комнаты но слава богу хоть блять но сейчас опять будет горе вам не кажется это одного человека остается гораздо больше места чем я думал думаю об этом я вспоминаю что делал нечто подобное раньше насчет тех двоих я думал я думаю он убил их я слышал их крики подожди что еще раз от одного человека остается гораздо больше мяса чем я думал думаю об этом я вспоминаю что делали что подобное раньше на счете двоих я думаю он убил их я слышу их крики водка тогда это становится еще проще когда мы закончили здесь следует собрать мясо из доме сузуми его должно хватить довольно надолго мы сможем уместить все в один холодильник точно ведь можем использовать их холодильник ебать как умно фото я припоминаю это место закончив работу мы улеглись кровать я показал я просто подумал уже и много про другую работу ладно извиняюсь закончив работу мы улеглись кровать я показал сая то что нашел доме олгая выглядит знакомым да я определенно было там фотография которого выбрала сая была сделана в префектуре точиги по крайней мере так говорил адрес адрес написанное сзади префектура я не знаю если честно ну ладно здание верно я вижу деревья и ухты фаминари тоже разбирает что избранного собрать немного начали моего испытания рассчитывались на чувство расстояния между объектами чтобы расшифровать то что я вижу начале моего испытания я рассчитывал лишь на чувство расстояния между объектами чтобы расшифровать то что я вижу дома были передо мной года далеко позади облака высоко в небе лишь дистанции масштаб позволяет сказать чем они являлись фотографии другие изображения на плоскости были совершенно неопознаваемым для меня но в итоге научусь и понимать по форме то чем можете являться например я знаю как выглядят горы небо и знаешь мне отличаются от зданий на всех фотографиях была схожая сцена одинокий дом посреди леса возможно это это место для отдыха или нечто похожим папа назвал это свои хижины он говорил что никто не найдет нас если адреса на обратной стороне фотографика надлежали каждому зданию тогда они были бы в отлич отличным местом точнее чтобы спрятаться от любопытных классов и в 3 да ты говорили что они сделаны весьма давно и было странно что они все были сделаны с разницей в несколько дней может он взял фото каждого дома чтобы решить какой из них купить и какой станет лучшим кандидатом для его укрытия исаи опознавалишь один из домов значит алугай выбрал дома в префектуре тогичи города цепь логично логично да проверяя его местонахождение по карте дорог зоны канта я обнаружил что он находится примерно 3 часах езды на машине из токио думаю что отец будет там я пыталась позвонить ему но он не отвечал и я не думаю что он там за он мог остановиться там совсем недавно это единственный путь из тупика который вижу неважно сколько он мал возможность того что я найду подсказки нахождение профессора лугаев его или довольно мало но она есть и думаю я проверю это место завтра не надо сейчас вот это вот пожалуйста описание кекса пожалуйста блин ну реально не хочется я я не хочу читать там типа о давай еще хорошо хорошо давай еще и две не хочется серьезно не надо вообще 5 если можно было убрать все я бы убрал могу пропустить не хочу и думаю проверить вместо завтра сая надулась я не то что стоит будет против но разве она не слишком далеко за полдня я съезжу туда проверю его и вернусь мне придется остаться дома одной пока тебе нет вот она что слегка раздражаясь я улыбаюсь и глажу что вот она что слегка раздражаясь я улыбаюсь глажа сая по голове скосе вот она будет немного техпеливее ладно ты же хочешь найти от сани так ли после короткой паузы во время которое идет соотражал непонятные стоп после короткой паузы во время которой или с утра же непонятные чувства сая скромно подняла на меня глаза и сказала и вспоминали давай забудем о папе я полностью была шарашина этим изречением забыть о нем но твой отец а может и не волнувшись за него уже не сказав это сайт визе войсками чувствуя мое тепло теперь мне есть ты вы были не надо этого делать сейчас я зову его папы но он не мой настоящий отец он многому научил мне скорее всего по-своему любил меня но ты теплее добровели совостоялись делали меня счастливым но я также чувствовал нет одиночества тебе действительно устроили один тебе не нравится что нас лишь двое мне нравится но я также чувствовать процессора полгая наконец поняв как объяснить свои чувства я продолжаю царь я хочу лучше узнать тебя если есть кто-то кто знает о тебя больше чем я мне стоит встретиться с ним сай не выглядела сержан она шатливо наклонила голову словно мои мысли оказались и странными да я так же хочу не провелика завтра еще один план возник у меня в голове они связаны с поисками профессора полгая так если я найду профессора там это отлично если нет что же думаю я смогу получить определенную выгоду от его горного убежища а вот ну как я знаю что тебе будет одиноко но постарайтесь потепить немного хорошо кивнула она затем вопросительно посмотрю мне было ты действительно хочешь семьи и еще людей с которыми ты был мог проводить время интересно как это все будет выглядеть еще веселее пожалуй испугавшись что свое расстройство я поспешно добавляю даже если бы у меня было много друзей и семья это всегда будешь для меня особенный я знаю спасибо хихика я сая терла своими щеками об моей я найду что-нибудь что-нибудь что делать тебе счастливым что-нибудь только для тебя и что же слава богу этого не было как же рад что нету тут кекса вот как я прямо как что этого нету вот мы спасибо автором сегодня все занятия коджи были утром по пути на ланчу где он собирался встретить ее после последней лекции последитет до какой же не заодно получить телефонный звонок недолго думаем сняла с пояса свой новый телефон с камерой но выгибалась обнаружить что сигнал идет от его старого телефона в сумке он купил телефон с камерой чтобы понять из-за чего столько шумихи но в камере шумихи но в конечном итоге не смог отказаться от своего старого телефона так что он носил их оба он еще не перенес свой контакт лес на новый телефон и звонки все еще поступали на старый номер от людей которые не знали нового когда наконец выводил телефон из сумки и на которого на видео на экране заставила чувствовать холод по спине фуминори почему сейчас он хочет теперь коджи тяжело было обрадоваться звонку фуминори после того как он потерял надежду на подобную возможность да привет коджи у тебя уже кончили занятия сегодня разумеется фуминори знал что у кожи всегда много свободного времени по четвергам после полудни я бы хотел с тобой поговорить можно встретиться у стаи с хика бля вот уже начитался у стоянки сейчас да я буду ждать фуминори отключился не произнеся более не слова что с него чем хочет коджи раздумал засовывая свой телефон карман куртки эти неожиданные изменения тревожили после недели попыток фуминори избегать коджи и и может быть он наконец готов поговорить в таком случае коджи должен расценивать это как хорошую вещь однако он не мог полностью отделаться от дурного предчувствия я заставил тебя ждать и я не на стоянке коджи нашел фуминори обокачиваешься машину коджи это первый раз как он увидел фуминори после той ночи в таинственном заброшенном доме они давно не разговаривали лицом к лицу и наверное из-за этого коджи почувствовал что-то странное в лице фуминори он не был точно уверен но что-то определенно изменилось так кажется я говорил тебе раньше что я разыскиваю информацию о человеке по имени олгай ммм да я слышал что ж это становится труднее похоже я не могу справиться с этим в одиночку так и фуминори выглядел более расслабленным чем раньше так обычно он все время был напряжен словно чего-то боялся теперь он выглядел спокойно и даже имел на лице рубку так что мне нужна твоя помощь коджи тем не менее что-то подсказывало коджи что изменения фуминори не совсем к лучшему так почему такая внезапная смена настроения коджи удерживал свое выражение со нейтральным чтобы скрыть свои подозрения даты ты мне тоже замешнил так ли в зале ответил спокойно так его улыбка такая же непонятная как такая же непонятная как и сегодня отражал и намеку на его настоящие мотивы ума его буквально ведь я смотрел дома в офисе волгая посередине на самом деле нет букта умает это просто это это время искать его по отдельности будет гораздо полезнее объединить усилия а почему почему это выглядит так словно за улыбкой кроется злой умный сил в любом случае сегодня у меня есть такая машина не подбросишь ну хорошо машина фуминори была уничтожена в инциденте так что коджи не удивлялась что ему понадобится транспорт блин как услышал слово инцидент у меня ж не знаю спина чуть заболела ой 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 коджи открыл свой аккорд и дал сигнал фуминори садиться на пассажирское ну и опять с ошибкой на ванна пассажирское место затем сел на место водителя и завел мотор аккорд аккорд чуть-чуть машина такая аккорд я не знаю бум итак куда мы едем к себе к точке около холмов насу эти названия точно не запомнили себя к точке около холмов насу точке даже кожи не смог раскрыть свое удивление вот адрес сказал фуминори передавая коджи фото с адресом я хочу найти это здание вместо того чтобы оказаться на фуминори коджи был поражен его серьезностью продевать более сотни километров если мы отправимся сейчас мы должны добраться к вечеру правильно? ну ну да наверное коджи тяжело вздохнул дали на предали чтобы успокоиться теперь когда он зашел так далеко им осталось лишь наблюдать за безумством своего друга до конца это дача это дача или вроде того наверно профессор гай должен быть там коджи не горел желанием садиться с владельцем странного дома но еще меньше он хотел опускать отпускать фуминори одного блин зачитался похоже ему осталось лишь усмехнуться и терпеть скорее всего бы не успеем вернуться до ночи прости за проблемы да ничего так да ничего вот так вот сказать коджи выехал со стоянки и оставил все что хотел сказать несказанным улыбка фуминори выглядела как-то неправильно как и его не отражающие эмоции маска привившая к лицу стоп что улыбка фуминори выглядит его как-то неправильно как и его не отражающая эмоция маска придержившая к лицу ее очнулся одна сидя в кафетерии в поисках знакомых лиц пока ее ланше столом на столе перед ней не то чтобы они с кожей планировали встретиться и для него не было бы необычным иметь другие планы раньше если он не мог показаться то обычно о уме или фуминори подменяли его да а теперь никого но сейчас не умеет фуминори здесь не было ее отложила свои палочки и аппетит пропал из-за отсутствия компании даже более теперь ее поедала волнение она сказала что о уме пропала и не из-за какой-то болезни или неотложного дела с назала но сказала ладно тут рядом просто буквы есть она сказала что у меня пропала не не из-за какой-то болезни или неотложного дела она не понимала почему фуминори неожиданно отвернулся подождите еще раз я ей подождите вот этот момент я не вырежу я что-то запутался но сейчас не умею фуминори здесь не было я отложила свои палочки аппетит пропал за отсутствие компании даже более теперь я поедала волнение она сказала что о уме пропала не из-за какой-то болезни или неотложного дела кому я не пойму кому она сказала или она знала и едить блять если честно и сказала наверное скорее всего тут только кому она могла сказать подождите я ничего не могу спросить коджи тогда что ли выходит нет и подождите какого коджи ну нет ринока тогда что ли она не понимала почему фуминори неожиданно отвернулся от нее если бы коджи был там она могла бы отвлечься в волнениях простым разговором теперь же она совсем одна я стала волнуваться сколько она сможет терпеть одиночество она чего ходить с ума думаю что сами хочет забрать у нее все что только можно что все происходит вокруг куда пропала уме действительно ли фуминори я не замешан в этом или является ли он ключом к тайне как думает коджи и доктор танбо ну типа какая разница говорить так я не знаю типа действительно ли фуминори не замешан в этом или является ли он ключом к тайне как думает коджи и доктор танбо ну и одно другом не мешает как быть одно и то же в принципе я считаю я никогда не забудь что случилось тот четверг одна не способна найти выход более создавшийся после того как фуминори словесно допугался над ней она налетела на коджи он выслужил ее и хотя не смог помочь этой проблеме его доброта согревала ее и она щас влюбиться в него да выходит ой я вот говорю я даю сделать ставки в это же время оуми шла к дому фуминори и с тех пор они ничего не известно но я взволновала это лишь вчера когда раскрылась правда во время их визита в это университет госпиталя что если я поставил на вопрос почему он неожиданно решил пойти в дом к фуминори что если встреча ее с коджи не была случайностью в тот день что если коджи и омми оба знали что произошло между ней и фуминори и решили действовать по отдельности он не могла ведь их разговор во дворе она вполне могла послушать опа так тихо это тоже интересно с этой мыслью и почувствовал как что-то разрывает и тело изнутри это лишь догадка но если это просто когда в том что произошел с улами ее тоже несла ответственность не так ли ну как бы по цепочке да ну можно так сказать но ты тебя особо то и не виновата это они уже решили там действовать я схватилась за голову простонав от мучений принесенная еда уже остыла впрочем она все равно не собиралась есть несмотря на мучившие и отчаяния так и тревогу я не была способна действовать самостоятельно она никогда не отличалась ни гибкостью ни острой интуицией у нее не было ни малейшей идеи о том как действовать подобной ситуации если бы он была здесь она скорее всего сказала ее думать позитивно отдавиться своим инстинктам я всегда рассчитывала на энергию своей лучшей подруги и теперь же у меня пропала и ее понимала насколько она слаба и бесполезна не в силах остановить себя она лишь погружалась глубже и глубже в порочный круг ненависти к себе внезапно звук мобильника вернул ее из пучи на отчаяние так это было сообщение у него не было заголовка и отправитель был а у мяча я вскочил от удивления чего само сообщение было еще более непонятным ты хочешь знать о сакисаки фуминори если так то приходи к нему домой одна никому не рассказывай а что тут написано а не троплюсь так сообщение не соответствую стилю оуми но я не могу отрицать того что она была на посылке телефона да она сделала глубокий вдох чтобы успокоиться перед тем как ответить позаботившись чтобы пальцы не скользили по кнопкам это т.к. мячан где ты на самом деле ведь ищи телефоны то есть это я я так и не пойму это 2003 года играли 2009 перейди ноты 2009 что его показывает это т.к. мячан где ты и открыл сообщение экран показал что сообщение благополучно доставлено так пока на держа пока она ожидала точнее ответа в его голове копились вопросы кончились я хотел сказать зачитался пока она ждала ответа его вы копились вопросы кто-то поставили воспользоваться телефоном оуми чтобы отправить сообщение если это так то почему ей подряд пришел к ней неожиданно она вместе словами обменивались бесчисленные сообщения многие из которых содержали личные секреты которыми обычно делятся близкие подруги а это просто я думал сейчас когда и чувства к фу минори становились слишком сильными я часто вкладываю их слова которые послала оуми был ли оуми парольный телефон даже если был тот человек который отправлял сообщение очевидно смог его снять это означало что кто бы то ни был он имел полный дусок сообщением которыми обменивались оуми и и это уже кстати логично хочет и знать больше о сакисаки фу минори я прочитал странное сообщение еще раз тот кто его послал был уверен что у ее есть интерес к фу минори телефон зазвонил снова сначала она испугалась но быстро пришла себе взглянула на экран опять там не было забыл присущение было от такахаты оуми я расскажу тебе все когда мы встретимся приходи одна никому не рассказываю это опять это не оуми никогда не попыталась напугать ее такими злыми издевками волнение практически довело ее до слез она не умела правильно вести себя в подобных ситуациях кстати какая она миленькая если честно зря фу минори блять чувак выбрал ну ладно у него немного другое как бы уже восприятие мигану печально что он выбрал девчонку маленькую хотел хочу сказать папич но вести себя подобных ситуациях кто-то использует телефон оуми предлагает открыть секреты фу минори кто же это ее было беспомощно сама по себе она хотела получить советы от коджи да от кого угодно она даже начала набирать его телефон но быстро остановилась отправить и сообщение мог быть где-то рядом наблюдать за ней в этот самый момент холод прошел у него по спине пока она украдкой оглядывала кафетерий ну кстати я бы до этого не додумался честно признаюсь приходи одна никому не рассказывай безжизненный символ на экране напоминали нож у ее шеи однако ее сжало телефона заставило сердце успокоиться разве не за такую сости она только что проклинала себе разве она не хочет знать на что способна разве не хочет сделать что-то большее чем просто сидеть и смотреть я поняла что я рука дрожали держащий телефон дрожит как просто было бы отдаться своей трусость и убеждать себя что все даже умный флуминар находится за грани и возможностей это то чего она желала на самом деле даже если это означало бы отказаться от чувства достоинства или преданности она хотела убежать от неизвестности однако она также понимала что побег тоже выходит за грани и возможностей я прекрасно знала себе она знала что куда бы она не убежала и и сожалению ненависть к себе поводят и когда все распадется по кусочкам так что дилемма что выбирать нужно это понимаю в конце концов я не смогу превзойти свою трусость в одиночку у меня не хватало ни воли не храбрости бежать у опять эта музыка тишина в пригороде в полдень выглядела довольно неуместно окна выходит так я не знаю по моему она еще сдохнет опять же ладно еще раз тишина в пригороде в полдень выглядела довольно неуместно воздухе воняло словно кто-то стал мусор гнить на довольно долгое время даже в этой абсолютно нормальной пригородной зоне атмосфера казалось его зловещие казалось будто она стоит посреди мертвого города йод бросила страх и нажала на звонок дома сакисаки она не видел фаминори сегодня на занятиях может он дома не мог отправлять их ужасных сообщений и дюмок она даже не хотел думать о подобных вещах и быстро прогнала плохие мысли из головы из домофона не последовало ответа ее разумеется не знала что у меня также стояла неделю назад этом месте глядя на молчаливый домофон с тем же лицом что ее сейчас однако ее не пришлось ждать долго так так долго как уме телефон его карман неожиданно занял на пугах любой это было еще одно сообщение с телефона олме входи дверь открыта кто бы там мог быть я вот не знаю если честно сейчас эксперименты теперь будет на и он входи дверь открыты и осмотрелась и так уж пока брала ее когда она по нему он понял что она что за ней наблюдают опасливая российского наблюдателя ее края глаза заметил по крепко закрытые окна в доме саки саки до втором ту же стирка пошатнулись нихрена себя как следящий за ней человек который отправлял сообщение находился внутри дома лишь теперь ее заметил что все остальные окна также закрыта на ставне а человек на наблюдал что мне случилось внутри и никто никогда не узнает об этом в этот момент я почти поработила яркое желание развернуться убежать без оглядки однако ужас который он ощущал от невидим невидимых глаз смотрящих на неё был гораздо сильнее и было некуда бежать и и залилась слезами и состоянии сделать хоть шаг назад или вперед телефон снова зазумил руки наставая чтобы она уже вошла в дом она зашла за ворот и ноги дрожали словно не слушались и а что дальше когда она зашла в дом мягкий запах наполнил ее нос в доме было темно хотя день был в разгаре у меня ли должен быть но так как вы его обувь не стоит а наоборот фуминале должно быть нет так как его обувь не стоит у входа однако я заметил другую пару туфель запиханную за полку они выглядели знакомые и она вынесла их на свет чтобы рассмотреть получше когда она наконец опознал их и мозг попытался отвернуть отвергнуть ужасную реальность они определенно были любимыми туфлями олми и увидела ее в них много раз однако это еще не значило что олми в этом доме они могли принадлежать кому-то совершенно другому кто взял такие же туфли из такого уж магазина у меня могла быть здесь но что-то все сходится не так ли ну ладно вспышки прозрения и схватил телефон и крепко удерживая его в кулаке выбрала самый часто набираемые номер телефон набрал у номера улми телефон употреблялся пара секунд чтобы связаться с ближайшей ретранслирующей станции и вот знакомая мелодия разнеслась по дому это определенно был знак олми он шел со 2 этажа должно быть кто-то все еще был там комнате откуда за ней наблюдали телефон олми звенел всего пару секунд затем затих сон на некоторых догадался мыслях и его ее почувствовал присутствие своего бесформенного направителя кто здесь она собралась с мужеством и крикнула в пустоту дома но ответа не последовало кто бы это ни был он не собирался показываться так тяжело сглотнув я пошел дальше пока для дорогу к лестнице возможно это уме и фаминоре разумеется эти двое просто разыгрывает над ней какую-то пакость возможно и кожи с ними это влядь но в такие это жесткие гофу был бы если честный прикол так что блять я бы высказал бы человеке ребята вышла совсем ебанутый блять так можно до смерти довести до инфаркта глава я наполнилась при приятными мыслями точнее возможно они или нет но она хотела верить в них противном случае она не сможет сделать еще хотя бы один шаг меча это ты собеса наканула там поднимаясь по лестнице ее злого их уже заплаканным голосом когда они видео связок они наверное будет смеяться и прикалываться над ней точнее да пусть это будет самый счастливый момент ее жизни они лишь она лишь они лишь хочет блин нету то ошибочки чуть есть все-таки она лишь хочет чтобы эти мужчины закончились как можно скорее она попыталась подниматься быстрее на ее торжащие ноги заставляли ее шагать учитель на медленно все дольше пока уже явно не тающий тишину с каждой секунды она просила остановить этот кошмар так что дальше будет выдержав эту вечность тишины и и наконец дошел до коридора второго этажа и и никто не встретил там был лишь мрак заполненный тихо и у кого нет она двинулась вперед откликивая ее слабым голосом я больше одна из дверей было наполовину открыто скорее всего она вела в комнату из которой и за ней наблюдали ее беспомощно наблюдала как ее тело по своей собственной воле медленно открывала дверь а дальше кому-то было пусто волна зловонного воздуха покрыла кожу и он хватит она была на пределе не все вы сделать еще хоть один шаг и и дух был полностью сломлен скорее всего именно этого момента ожидал ее мучительно улюблять внезапно что-то схватив руку кто это подождите-ка даже так у них ки сиськи в 1 вы это не видите внезапно что-то схватил руку и и сзади что-то ловкое сильная сона покрытая слизью слизь слизь резина пока существует связывая и оконечности пальцеподобные отростки грубо разорвали опуску и вошли внутрь я закричала со всех сил удивляюсь что у нее еще остались силы на это критические ситуации у ее появилась дополнительная энергия она бешено крутилась надежда вырваться однако хватка этого существа было гораздо крепче поняв что ей не удастся вырваться так я могла лишь кричать как можно громче когда что-то холодное мокрое залезло ей в лифчик и обвело вокруг ее груди что я не могла сопротивляться пока нападал что существо безнадежно сжимал ее груди и сосал ее соски что которые затвердели от страха во время нападения ее уши наполнили звуком чего-то липкого двигающего по коже между ее грудей уйдет ни хрена си нападение на ее грудь продолжилось невероятным а невероятный ужас практически сводил ее с ума и угол уже пересохла открыто и теперь она даже не могла дышать надеюсь облегчено дергалась пытаясь помешать атакующему а что дальше неожиданно то что отпустил ее грудь и убралось из подливчика что это было блять ни хераси и и повалилась на пол не состояние удержаться на бесчувственных ногах использовал всю силу что была у нее в запасе теперь она чувствует себя словно марионетка с обрезанными нитками так существо которого только что напала на нее сзади вот все еще здесь прячься стебном углу комнаты и и чувствовала что она наблюдает за ней это исаи да и чувство что она наблюдает за ней но не могла найти в себе силу обернуться она знала что вид это то что скорее всего уничтожит остатки и рассудка она слышала как поблизости нажимались кнопки я услышал веселый электронный звук изучавший совсем не к место подобной ситуации заметил как телефон ее руки холодно заслышал веселого сообщения она не могла остановить себя чтение символов на экране ты красивая твоя грудь большая и мягкая подождите-ка ты красивая твоя грудь большая и мягкая твои тело должно быть очень полезно для возбуждения мужчины теперь у нее был ответ сообщение с телефона о уме дали послан этим существом который только что вам покрыть ее я свернулась клубком и заплакал не состояние более повышать голос и птич пол тут происходит что господи пожалуйста спасите меня существо прятавшей темноте здраво хлипающий звук ее как-то поняла что это был призрительный смех так вот как-то собиралась охмурить фуминори подождите дома только как раз таки этот сайя только да вот как ты собиралась охмурить фуминори ты пыталась украсть его у меня не так ли ты вор а что-то холодное жало ногу и что происходит пиздец что-то холодное жало ногу и и стала медленно подниматься вверх пока не покрыла ее всю ниже пояса какой-то природный женский инстинкт говорил ей о том что с ней сейчас произойдет ебать что она будет национально состоянии избежать судьбы лучше чем смерть хватит она лишь слабо умоляла хотя знала что нет надежды что это не человеческое существо пощадит ее больше не надо она снова слышала булька исчезнет это существо наслаждаюсь ее мучениями и отчаянием у ее больше не было сил отбиваться от монстра заброшусь на нее она лишь дрожала возвращение пока скользкая тварь покрывала эти эти зрения затуманилось пока я сознание показать глубже и глубже в черную бездну все в груди играли и соски сосали это существо проталкивая себя не умеешь ее ног но теперь это все казалось перестудило где-то далеко и не убедил тебя хотя мозг ее работал с трудом она отчетивался шоу голосом при ее головы это был голос девочки сладкий и зловещий с жестокостью ребенка радостно отыгрывающего кругу оторвающего точно крылья насекомым пиздец честно наоборот я поделюсь с тобой нашим счастьем радуйся ее мы будем любить тебя до смерти и с детства изнасилует издок совершенно умрешь что бедный мягкий голос не соответствовал той непреклонной силе которая без проблем пробиралась внутрь ее боль была острая и тяжелая сильнее всего что она когда когда-то она должна была быть невинной 4 летишь застал слабо она должна была быть невыносимой теперь у я не хватало рассудка даже чтобы определить это как боль пока насмотрелась источник взглядом на существо про скажешь и все глубже и глубже ее тело беззаботной мысли сплали из ее растворяющегося сознания я еще не даже не поцеловалась она когда не проехали лучше меня на автостраде только холл пошел снег ладно давайте дальше это будем читать Как бы на этом мы закончим серию Это пиздец, если честно Я в шоке, я в удивлении Охренеть, что тут происходит Теперь Сая изнасиловала Его, типа, чего? Как так? Чтоб? Ой, блин Ну ладно В следующей серии узнаем, что тут будет происходить Но, мне кажется, тут жестокости Будет вполне достаточно Ещё дальше, ладно Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео Всем удачи и До свидания Этот трындец мы ещё дальше будем смотреть Да, это ещё надо поискать Подобную новеллу, если честно